В понедельник губернатор Михаил Юрьевич сообщил о новом составе правительства области. Глава региона озвучил имена заместителей председателя кабинета министров Сергея Комякова. Ими стали Ирина Гехт, Игорь Мурок и Иван Фёклин. Они и до этого работали вице-губернаторами. Ещё одним помощником главы кабинета стал Сергей Шаль. Он будет отвечать за строительство, коммуналку и тарифы. Много лет работал в Челяб-Энерго. Знакомился с этой работой. Это, прежде всего, связано с тарифами на тепло, вообще с тарифной политикой. Потому что сейчас тарификация идёт не только в ЖКХ, но и многие важные виды работ, например, дорожные работы, они тоже подлежат тарификации, там тоже надо пересчитывать. В начале недели губернатор провёл совещание по переселению жителей посёлка Роза. Сейчас в разгаре уже четвёртый этап. Как он идёт, губернатор Михаил Юрьевич решил узнать у самих переселенцев. Возмущение главы региона вызвало новость о том, что в Коркинском районе прекратил работу специальный штаб, в котором розницы могли узнать все подробности. И теперь многие не знают, когда и куда переедут. А новосёлы до сих пор живут без документов на квартиры. Они же рассказали, что благоустройство вокруг новых домов оставляет желать лучшего. Через три недели мы будем вести совещание, всё должно выстроено, просто всё. Вы что, сгорели совсем, что ли? Оборзели совсем? Всё, внимание перестали уделять, так всё, и на самом деле погрузили. С ноября месяца зелёных нет. Земля провалилась, так ну ты подъедь к людям, объясни, вежливо поговори, что ну вот тут переделаем сейчас. Ну где-то браку ванна зашаталась, ну поговори с управляющей компанией, пусть они сделают. В чём проблема? Геннадий Николаевич. Во вторник в Еткульском районе Михаил Юревич открыл новую фабрику по производству золота. Березняковский ГОК – проект компании «Южурал золото», где будут добывать до двух тонн драгоценного металла в год. Месторождения хватит примерно на 30 лет. С выходом фабрики на полную мощность областной бюджет будет получать в виде налогов более 200 миллионов рублей. Для нас это проект очень знаковый, потому что вы знаете, что основная задача сейчас довести и постоянно поддерживать уровень зарплаты у наших основных бюджетников. Это прежде всего врачи и педагоги до средней по промышленности, у врачей с коэффициентом, у педагогов до средней по промышленности. Вот такие проекты, они как раз таки капиталоемкие и очень рентабельные и наполняют бюджет. В среду губернатор провел большое совещание с главами городов и районов. Основной темой стало качество дорог в области на рассмотрение в региональное правительство внесены новые правила дорожного строительства. Южно-Уральский Минстрой будет проверять качество материалов, работу асфальтовых заводов и проекты строительства. Конечный результат примет региональный центр лабораторных испытаний. Рост объема строительства, естественно, вырос. Не хватало асфальтозаводов. Появились, конечно, новые подрядчики. Многие посчитали, что можно сэкономить. Но больше такое не пройдет. Но в этом году уже установим такой контроль, что больше не будет. На совещании с главами губернатор оценил качество субботников в области. Общее впечатление лучше, чем в прошлом году. В лидерах Чебаркульский, Увельский районы и Кыштым. Замечания Кашей поселкам вокруг Копейска. В четверг губернатор Михаил Юрьевич побывал в новом свиноводческом комплексе холдинга «Ориант» в Увельском районе. На его базе будет создан первый в Челябинской области селекционный центр мирового уровня. Здесь будут производить породу свиней для выращивания на других площадках агрохолдинга. Первую партию поросят привезут из Канады в Челябинск 15 июня на восьми транспортных «Боингах». Ну что, все супер просто. Если порода будет действительно вот такая качественная, ну, специально, это отдельная ниша вообще бизнеса, когда породистые поросята идут в кормочные свинокомплексы, где они уже производят там потомство, и там они являются как бы производителями. Вот, их там тоже, таких породистых, которые здесь будут выращиваться, там они будут являться свиноматками и свинопапками. В конце недели Михаил Юрьевич встретился с Олегом Митяевым. Народный артист России подарил губернатору свои книги и диски. После чего они обсудили крупные культурные проекты, которые проходят под патронатом главы региона и при участии фонда Олега Митяева. Это народная премия «Светлое прошлое» и «Ильменский фестиваль». Барт пригласил Михаила Юрьевича приехать на «Ильменку», которая состоится уже в июне. Губернатор пообещал, если в день открытия не будет в Москве, то обязательно приедет. Мне очень понравилось отношение к нашим проектам, которые фонд проводит в Челябинской области, и полное взаимопонимание.